Чтобы в этой жизни вы не делали, вы подыхаете, вы все подыхаете! Подохните, ты трупы, ты трупы, ты все вы трупы! И убил, и отлично, блядь, этот сундук здесь, честно, для отвода глаз лежит, надо мимо него просто пробегать, пусть он нахрен, он постоянно ничего с ним не станет, а вот этот анорексик, глядишь, уйдет. Драться с ним, блядь, снова у меня никакого желания вообще нету, эта игра умеет заебать, заставляя драться с одними и теми же мобами, блядь, это вот, блядь, у нее просто фишка любимая. Че тут, ноль душ, заебись, подбираю. Вот это возьму, замороженный цветок, и это причем ключ. Интересно так. Охереть. Странно, что она не ожила. Ну, анорексик сюда не пройдет, чисто по росту, поэтому я думаю, что он уже отступил. А я видел лут. Старый лут чистый, монастырский талисман, ну, так себе лут. Бамп ажбанок. Большой королевский меч, что-то такое у меня уже было. Так, ну, я думаю, что вряд ли это мимик. Стрела тьмы. Чуть дальше эти стрелы тьмы будут продаваться, насколько я помню, у хранителя склепа, поэтому... А, нахрена они здесь лежат? В этом страшном количестве, аж 15 штук. Блядь. Вот эти лужи с поломками снаряжения, ну, это такое говно, ну, честно, блядь, раздеваться мне вообще лень, не хочу это делать. И что я взял? Гриб Элизабет? Супер, блядь. Больше не полезу и в эти херовины. До самого цитадели Алдии, где ключ лежит в этой ядовитой херне. Ну, вот, пожалуй, началось второе кольцо дракона под угрозой поломки. Придется устанавливать прочность этого всего говна. А она восстановилась хоть? Восстановилась. Ради того, чтобы подобрать гриб. Ну, ничего тупее, эта игра просто не могла уже себя выдавить, просто чем заставить игрока снимать с себя всё, потом, блядь, проходить, потом снова открывать инвентарь, снова всё на себя одевать. Вот зачем это, блядь? Неужели это так интересно, по мнению разработчика, блядь, что... Охуительно у нас всё это сработало. Бздынг, бздынг, и яд всё равно. Ну, да, у меня щит-то от яда вообще защиты не даёт. Тёмный дух какой-то, тёмный дух. А, о. Картинка-то проклята. А, здравствуйте, граждане рыцари. Круглого, блядь, стола. Пошёл в жопу. И ещё три факела. Господи, тут как будто в начале, я не знаю, просто по царству тьмы ходить надо. К мне шагусь дракона. Вон проклятие. На Шандра, полюбуйтесь. Надь-ка, оскверним-ка эту, блядь. Надь-ка. А, да, она сняла с меня кусочек жизни опять со своим проклятием. Похеру. Всё равно человечность скоро глотать. Чего? Безымянный узурпатор. Хорошее имя. И это, походу, маг. Да ты не узурпатор, ты залупатор. Если ты в тряпках с ножом, пришёл на меня залупиться. Причём это тёлка. Безымянный узурпатор. Чушь какая-то. Почему узурпатор? Узурпатор это, который, ну, силовой захват чего-либо власти там. Блядь. Сука, вот тебя тут говно не хватало. Да, эта бутылка больше не восстанавливает мои жизни. Чушь какая-то. Я, блядь, слишком много себе здоровья прокачал. Теперь постоянно буду приболевшей ходить, потому что одним эстусом всё не вылечить. А пить второй на вот этот кусочек, кажется, что мне, как бы, ну, расточительно. В чём прикол того, что тут все окаменели? Костёр впереди. Да нету никакого костра. Ой. Сюда можно спуститься тоже зачем-то. Хотел спрыгнуть и дать ему по башке с лёту. Он понял, что я сам больше урона получу. Так, вот этого сундука я не помню, поэтому... Нормально. Здесь мимик был бы неплох, потому что пространства мало для боя с ним. Чёрный лук охотника? А нет, вот это я помню. Чёрный лук охотника. Я его на что-то затачивал. А, у него S от ловкости. То есть у него у этого лука сколько? 28 плюс 14, то у этого... 70 плюс 70 равно 140. Да, шило на мыло. Но это если у вас ловкость выкачана, там просто дохер знает каких-то сумасшедших параметров, то чёрный лук можно зачаровать и потом заточить. И он, по-моему, опять будет Scale S. Ну, для ловкачей, короче, грозная... Грозная пукалка, но... Тройной арбалет, как ни крути, по-моему, круче. Тем, что он, сука, тройной. И вот, собственно, та бабёнка, чей портрет мы видели. Нашандра. К этой лошандре нельзя подойти. И убить ей тоже нельзя. Напоминает Серсей Ланнистер малости. Навести Вендрика? А ты знаешь, что он там мёртвый в одних трусах по могиле шароёбится? Навести Вендрика. У меня есть идея получше. Видите, её нельзя убить, к сожалению. И потом она куда-то ещё и уходит. Но первый раз, когда я игру прошёл, я вообще не понял. Я думал, что я в конце дрался со смертью. Я был почему-то в этом уверен. Потому что демоническая Нашандра очень на смерть внешне похожа. И так сейчас бой с двумя драконьими всадниками. Аж с двумя. В одиночку с двумя я ещё не дрался. Но второй, правда, с луком стоит. До поры до времени он только мешает. Но мешает, сука, очень уверенно. И всегда не вовремя. Да, говно, что один, что двое их. Их с таким же успехом могло здесь быть пятеро, мне кажется. Главное просто не стоять и нападать только после того, как вот эта ёбаная стрела воткнётся мимо. Ну вот теперь, когда второй слез, конечно, будет повеселее. Ровно в два раза причём. Особенно если нихуя не доставать, блин. Из-за маленького количества кнопок бывает, что прыжок, сука, не срабатывает. Срабатывает долбанный сильный, блядский удар, который вообще нахер не нужен. Лежачих не бьют? Блядь. В спину, сука. Мерзкая тварь. Да, ну я огрёб, но я полечёлся. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну всё. И теперь дальше дело уже техники. Смотрите, сколько я второму снёс за раз. Восемьсот. Второй-то причём вообще лохобанистый, оказывается, я не знал. Я думал, они одинаковые по силе и броне. Но второй вообще пробивается на ура. Просто с двух ударов босса убить. Неплохо так-то. Я зачем-то полечёлся. Может, не увидел этот, блядь, костёр, который тут горит. Просто с яркостью с саной спички, блин. Вообще-то, по-моему, на меня здесь повсюду нападал королевский маг-психопат, которого я в этого... В цитадере Алде освобождал. Но для того, чтобы попасть в цитадере Алде, нужно иметь кольцо. А после этого смысла тут ходить уже никакого. В общем, по-моему, я... Нет, я не мог нарушить последовательность. Я, видимо, после здесь бегал за каким-то хреном. А, хотел побазарить, наверное, с этой бабой. Она уже ушла. А, лавелины, конечно же. Сейчас будут... Или русалки. Вот русалки, бля, вообще геморройные твари. И уровень там говно. И русалки говно. Причём замесы с русалками я вообще не понял. Подъёмник и слушай внимания. А чё слушать-то? Блядь, а он своей надписью, по-моему, не даёт мне рычаг опустить. Или подъёмник ещё не работает. Но здесь есть лесенка. Судя по длине, это, блин, лестница в небо, как в Южном парке, ему. Короновщики столько на работу по ступенькам не лазёт. Ах ты, бля, какая. А лифт-то выше куда-то ездит. Ну, мне кажется, сейчас тут много кто оживёт. Не этот. Не этот. Не этот. В чём дело? Не этот. Не этот. Наверное, надо чё-то сделать. Дверь открыть, например. А ты что ещё за хуйня тут вылезла? Ты чё, елдоподобный, блядь, ты. На что ты делаешь, блядь? Бам по мордасам. Эээ, привет из Анор Ландо, блядь. Вообще, раньше-то эти привидения-то здесь были, но не здесь, в принципе, в смысле, а в другом немножко месте. Ой, блядь. Я только хотел сказать, что-то крови много. Столько крови, столько боли, ёпта. Ой, смельчак побежал. Сразу, сразу открывают. Смотрите, сундук за сундуком. Даже не боятся, что это мимик какой-то. Тут жаркая сеча прям идёт. Прям месяц знает кто-то. Наёмник Луит. Наёмник Луит в доспехах Хавила. И шлими элитного рыцаря. Каким-то хером с двумя щитами в руках. Мне просто интересно посмотреть. Как он ими дерётся. Я пробовал, конечно, это настоящий анекдот. Но я думаю, что если я его призову, многие будут говорить, что я сам не смог. Колокольчик Каты. Это магия. Сундук для магов. А здесь, надеюсь, сундук для воинов. Старый молот рыцаря. Это зелёная огромная булавень, по-моему, елдоподобная. Да, вот она. Ходил я с таким дрыном. А, нет. Он без скейлов. Нет, с таким я не ходил. Я чёрный с них такая, знаете, как противотанковая граната Второй мировой войны. Только это дубина. С ней я ходил. Это ещё какого хера здесь делает. Ну, блядь. Пошла нахрен, пробледище. А мы сейчас, оп. И полдамага мне, оп. И я сейчас хуяк и сдохну. Блядь, да этот конь ада просто. В принципе, говённый босс. Ну, встретить его здесь... Да ёб твою говно, блядь. Парнокопытная. Пошла нахуй. Пошла нахер. Встретить его здесь штука неожиданная. Блядь. Сука, рядом смерть пролетела. А, так ты там можешь пройти? Чё ты сразу бы не сказал? Блядь, я бы там хуй бы там лазил тогда. Да сдохни нахрен. Пошёл в жопу. Конь педальный. Сколько за него дают? Четыре тысячи всего. Ёпть, верьметь. Кольцо защиты гора. Теперь из него падает. Это такое кольцо, которое защищает от удара в спину, по-моему. Но при этом ломается, что ли. Уменьшает урон, получаем. Да, хуйня полная. А весит, как, блядь, как будто это кольцо не гора. Не гора, а гору, который из Mortal Kombat. О. А ты-то чё тут делаешь? Это не твоя там дубина в соседней комнате? Забавно так смотреть. Знаете, вот этот звук, как будто он ударил о пол своим молотом. Но при этом дубина была в воздухе, потому что он, ну, не может ударить ниже плоскости, на которой стоит, стоя на ступеньке. И визуально это было просто... Они стали немножко, по-моему, сильнее, чем были в этом городе. Но не настолько сильнее, что прям... Вообще, сейчас тут получше локация была, потому что раньше тут стояла куча лучников, а вместо лошади был мастодонт. И это было... Не очень круто, скажем так. Опа. Здравствуйте, блядь. Ну, давай. В две руки возьму. Панзай! Ой, блядь. Я думал, ты сразу сдохнешь. Чё так мало дамага-то? Главное, не попадать, видимо, по железной морде. Катана с него выпала вместо маски. Ну, катана это оружие того берсерка. Много любителей катаны существует и прочих вообще катан в этой игре. Не знаю, чем она их так привлекает. Чёрная катана, по-моему, ничуть не хуже. Ну да, длинный меч, эффектный. На самом деле есть какая-то офигенная катана, которая нарушает баланс после попадания. Она в PvP просто разрывает очко, естественно. И есть ещё катана, которая называется уничтожитель, и она, по-моему, травит нихерово. Вот эти две катаны, я ещё понимаю, особенно если их сдуалить и ходить с вооружённым таким дуалом. В PvP это будет просто смерть вообще. Вдруг, вдруг, перфекционно и симметрично здесь стояли два мимика. Чего нет? Огненный шторм, да ёпте. Блин, я смотрю тут, знаете, под конец игры одна магия падает. Тут, походу, знаете, как будто первую... Ну, до сюда магии игру проходили вообще, блин, без заклинаний. В рукопашную, а тут прям посыпались. Огненный шторм, суперстрела души, супер чё-то ещё там, блин. Всё, как-то падает, падает, всё, свитки, свитки. Чё-то не очень помню, куда я иду. По-моему, должен был лифт работать, нет? Да ну, только не вы опять. Только не горгульки. А, лучник. А, тут закрыто вообще. А, тут лестница. Да пиздюк ты, блядь, голландский, понял? Сука, падла. Горгулья-то одна сидит, поэтому если она живёт... Пошёл нахер. Шлем Олонского капитана. Да, жила. Ну, ты посмотри, блядь. Решили повторить боссов немножко под конец игры, видимо. Это пошло ещё с самых первых древних консолей, как все мы помним. Что перед финальным боссом был хит-парад из всех тех боссов, которых ты уже победил. То ли усиленных, то ли ослабленных. Ну, по-разному, по-моему, бывало. Так, что за шлем капитана? Шлем капитана ровно на 5 единиц брони лучше, чем шлем его обычного рыцаря. И лучше во всём. В том числе он и весит на 5 единиц тяжелее. Я бы сказал, что это шлем солдата плюс 5. Такой звук был, как будто я упал в воду сейчас. Неужели эти ступеньки настолько мокрые? Чёрт, они мокрее, чем моя бывшая. О, блядь. Стоят. Нахуй, на, блядь. Что ж ты вовремя успел сюда подзриснуть? Чёрт, а что с вами делать-то? Туда сунься только не одна, так вторая захерачит. Но у меня есть мой арбалет. Арбалет дьявола. Который, может быть, с одного залпа одну курицу-то снесёт. Блядь, а где остальные-то стрелы? Блядь, полюбуйтесь на эту игру, ёптво. Во всей красе, блядь, Dark Souls. Даже до какой степени должно быть впадлу делать, блядь, игру, чтобы делать вот такое? У нас паршивая геодата, да какая разница, и так пойдёт. Умирайте, смотрю, они... Ну, должен же я где-то реализовывать этот долбанный арбалет. Я его всё-таки затачивал. Тройной хэдшот. Давай ещё залп. Я думаю, что он и в PvP не последнее оружие. Ну ты и пиздюк, блядь. Вылез тут, сука, тварёныш. Хм, подождите-ка. Вот это с ловкостью от A плюс 74, а этот, у которого S 72. S это чё, это плохой модификатор, что ли, я не понимаю. Я думал, что S это лучший. Чё б мне так показалось. A, наверное, нет. Хуй знает, короче, почему дамага так мало плюсует. Порошок для починки. А, потому что от силы ещё этот берёт, а тот не берёт. Да, это говно, тот лук. Чисто для тех, кто только на ловкость затачивается. Жилетка пустынная волшебница. Это вот эта с голым пупком, да? Ух ты, я такое не видел. Чисто одну сиську на выпуск, да? Вот, если бы я играл женским персонажем, сейчас бы мы увидели что-то интересное. Ну, а так... И сколько брони даёт это, блядь, изделие? Ой, неплохо, кстати. 45 плюс 38. Шутки. Смех смехом, а, как говорится, вагина кверху мехом. Да, что-то ссыкотно. Видели, как у него от стрелы юбка подлетела? То-то. Физика. 21 век, нах. Осколок фляги. Осколок шняги, это мне уже нахрен не нужен. Я уже просто хотел лифт включить. Но лифт ни хера не включился. Сейчас я выйду на эту лестницу, где я был с другой стороны. Да. Так, а что за дела-то? Где же лифт включается? По-моему, он должен был включаться в той комнате. Или я что-то, может, не понимаю. Когда вынимаю. Но реально, какого хрена? А, во. Переключить, дотронуться до озера крови. Тут есть что угодно, только не дернуть за этот ссаный рычаг. Гном впереди, какой гном? Толстяк, толчок. Внимание требует. Какое? Я точно помню, что надо, чтобы этот громила повернул рычаг. Мне что, кого-то из соседней комнаты туда надо заманить и убить? Я могу, конечно, но должна жить статуя, чтобы всё было нормально и по-человечески. Плюс огромный рыцарь не пройдёт в маленькие двери. Вот уж с кем-то же они тут дрались. Дохнут, вон, что-то лечится. Чё не так? Может помочь выманивание, но не сюда. Рычаг впереди, тогда трое требует спереди. Пизда вонючая. Опять он вылез, меня напугал. Так, а кого мне сюда? А, во, точно, тут же эти красавцы. Блядь, тоже мне загадка туповатая, молясь. Сейчас, наверное, эти как начнут вставать, как начнут. Тогда я здесь и помру тут же. В принципе, было время, чтобы убежать, но и сейчас у меня есть. Я могу, мне просто интересно встанут они. Нет, видимо, они... А, и мне теперь круг почёта предлагают, да, сделать? Спасибо, но, пожалуй, я откажусь бегать по одному и тому же месту. Тем более, круг-то такой не близкий, я хочу сказать, что очень-очень далеко кострище. Хотя, если наверх к горгульи не заходить, можно было и попадать нахер. Чё мне с этими костями делать? Скелет из них, сука, собирать, что-то? А лифт до сих пор опускается. Ёпте, вельметь. Чё там за небоскрёб в этом замке? Дипломатизирующее зрение. Зрелище, вернее. Сидишь и думаешь, есть ли конец у этой палки? Блядь, чё происходит в натуре? А, о, всё-таки есть. Нечаял уж увидеть. Ну, тут можно, я не знаю, открыть газету и почитать новости, потому что ехать, походу, нереально далеко. Там была какая-то штучка, куда можно было спрыгнуть, как я понимаю. Ну, туда вроде и лестница ведь вела. Хер просыш. О, боже. Наконец-то мы прибыли. Надо было, знаете, чтобы так, едешь-едешь на лифте и в рот дракону приехал, а он тебя, блядь, тут же и сожрал. Вот это было бы классно. Ну, этого, этого мудила мы знаем. Ключ, кстати, оружие. Им можно драться. Дерьмовое, всё-таки. Но факт. И сидит там бобёнка. Ключ от королевского заднего прохода. Знаете, ключ от королевского прохода звучит так, как будто на короля или на королеву надели пояс верности. И чтобы вдуть, надо найти ключ от королевского прохода. Крепкий волшебный щит. Заднего. Крепкий волшебный щит. Ну, и снова магия. Вау. А как-то привидение там туда прошло. Даже не знаю, убить Вильстада или сейчас серию закончить. Ой, не Вильстада, а этого зеркального рыцаря. Рыцарь Белой Гвардии тоже, блин, хрена слиный. Вот его, наверное, магам трудно убивать. У него же щит магию отражает. Теоретически-то магам хоть где-то должно быть сложно. Не все же нам, воинам, мучиться. Ага, а вон и куда можно спрыгнуть. Три-два, раз. Оп. Оу. Так это то же самое здесь. А, так это и есть та самая комната. А почему тогда закрыта дверь? Что-то я ни хера не понимаю. Но спрыгнул я мастерски, а. Так, и здесь мои любимые лавелины. Из которых падает мой козырный щит. И сет. Сет шмоток ночного дозора. Из Игры Престолов. Отсылка. Пасхалка, как хотите. Я помню даже, какие здесь оживают. По-моему, вот этот. Нет, значит этот. Второй, третий и пятый. И какому умнику пришло в голову здесь ПВП устраивать? Мне интересно. Шлем у него, кстати, классный, квадратный. Я такого не видел. Раньше эти лошадиные морды сюда не прибегали, сука, толпой. Если ты одного ударишь. Там надо было углубляться туда, и они тогда встают. А сейчас одного атаковало, они прям все очухались сразу. Кстати, с них падает не то, что на них одет, а почему-то с них не падает в лошадиный шлем. Жаль, было бы прикольно. Красивый череп можно кинуть и сагрить их всех на него. Так это не... Нет, это... А, паладин хейт. Смотрите-ка, это же игровой персонаж. Вроде как. Может и нет. Есть только один... Способ узнать, кто это такой. Но я не думаю, что реальному персонажу пришло бы в голову, а куда он делся. Нет, смотрите, это был игрок. Сука, хорошо, что я его не призвал. У меня меч-то нихрена не пвпшный. Для пвп у меня вообще пушки нету в этот раз. Нечто окаменевшее. У меня этого нечто окаменевшего уже, блин. Печальный рыцарь. Бойт. Почему он печальный-то? Такие имена им тут наприсваивали, ё-моё. Вот видите, да, четыре таких вот этих боссов, моба, лаверина. Их всего четверо на игру. И с них падает сет, блин, щит, пушка, ещё что-то. То есть здесь их убивай и убивай, блин. Фарми, пытайся. А, ёптель, у меня щит-то теперь. Не тот, что раньше, не на лут. Поэтому я остался без шмоток. Херово. Ну, ладно, может в следующий раз. Я думаю, что если я сейчас сдохну. Какой тёмный дух. А, он же, он же рожает их, да. Ой, сука, 49 тысяч душ надо было потратить. Размашисто машешь. Одобряю. Матросские замахи прям. И метки. Кстати. Блять, как же так-то. Броня этого рыцаря, кстати, козырно смотрится. Я чуть сам под удар не скакнул, но... Это моя фирменная фишка. А сзади на броне у него крылышки. Что как бы намекает на что-то, наверное. О-о-о-о, пошёл зуб. Ай, блять, вот в щит вообще попадать. Охуйня полная. Ещё я не помню, когда он призывает кого-то из щита, можно этот щит разбить успеть, по-моему, да? Ну, я видел, как призванные на помощь чуваки его убили. Щит. Ага, вот. Он или пуляет, или бьёт. А касту заклинание одинаковое. Ещё и призвал-то кого, блять, сучана? Сучара, блять. А, хуйня он призвал. Хотя доспех фраама был одет на этом существе. И двуручка. Я думал, это тот, который на мосту был. Блять. Хуйкино. Все удары попали. Как вот от этой хуйни спасаться, я понять не могу. Наверное, щит ставит. Но у меня щит вообще от молнии нихуя не защищает. Это редкий случай, когда у босса щит в пассивном режиме что-то может отбить, по-моему. Да завязывай, нахуй. Это делать уже. Делись как мучить, ты же рыцарь. Отправляйся в ад, сука. Был ли он живой, этот рыцарь? Или это была какая-то статуя? Не знаю, но душа у нее была. И доспехи у него крутые. Только весят много, а дают мало. И ботинок у доспехов нет. Тут там какие-то вот, как у этого пальцы. Каждый палец отдельно забронирован. Это хорошие были бы домашние тапки. Чтоб ходить и об углы ими биться. Но в игре это смотрится как-то не очень, по-моему. Кварцевое кольцо мага, воля рождения. Опять магия какая-то. Кварцевое кольцо это от молнии, да? А, от магии. Ну хорошо, потому что это вход в храм Аманы, насколько я помню. Где эта магия просто, просто, просто зайдет. Атомно. Атомно, сильно жестко и страстно. Но сделать она это уже, как мы все понимаем, в следующей серии. Поэтому всем, всех благодарю. Что-нибудь нажмите. Что-нибудь напишите. И адьо.